сегодня я расскажу вам еще одну загадочную историю и начну я свой рассказ города омск это весьма приличный город и как подобает каждому приличному городу в омске есть своя крепость звезда вернее была крепость звезда еще относительно недавно никто эту крепость особо не скрывает даже историю этой крепости сочинили правдива она или нет не мне об этом судить теоретически начало крепости было заложено в 1717 году была она то ли четырехугольная то ли пятиугольная в 1768 году крепость начали перестраивать и после перестройки она стала представлять собой крупнейшие оборонительные сооружения на востоке стран подробности истории строительства я вдаваться не буду все ссылки будут под роликом история крепости почти ничем не отличается от истории других крепостей евразии строится крупный объект глуши называется стратегически важным форпостом имеет звездообразную форму и самое главное никогда не участвует в военных действиях то есть большая часть крепостей звезд построена про запас а вось когда-нибудь враг нападет а крепость уже построена вот то враг удивиться так вот история омской крепости почти ничем не отличается от истории заволжских крепостей звезд все эти крепости построены как бы про запас и ни в каких оборонительных мероприятиях они не участвуют но в принципе это и не важно в омской крепости меня заинтересовало другое а именно ворота этой крепость крепость имела четверо ворот омские тарские тобольские и иртышские меня естественно заинтересовало странное название одних из ворот тарские ворота не правда ли немного необычно звучит почти как тартарские но мало ли что мне показалось ворота называют тарские то есть это вторая часть слова тартария тартария и тарские ворота похоже объединены забытым сегодня смыслом теперь давайте посмотрим почему эти ворота получили такое название хотя нет давайте для начала узнаем откуда город омск получил свое название и тут все вроде бы просто название пошло от гидронима он в 1716 году на берегах реки он построен омский острог в 1782 году омский острог превратился в город омск все на первый взгляд логично омский острог дал название городу омск но вот что в этой истории странно в россии есть и другие города получившие название от названия рек например вологда чита абакан то есть название города полностью совпадает с названием реки на берегах которой он расположен но вот город омск стоит на реке он и логично было бы предположить что название города должно полностью совпадать с названием реки то есть город должен называться он вроде бы должен но звали его омск то есть вывели это название и слова омский острог все вроде бы логично но почему тогда нет таких городов как читинск и абаканск ведь на берегах этих рек тоже стояли остроги но города почему-то получили название не от острогов от названия рек то есть чита абакан и вологда это название рек совпадающие с названием городов но почему-то название города омск немного не совпадает с названием реки на которой он стоит или совпадает вот посмотрите на этот шведский план середины 18 века этот план вызывает сразу несколько вопросов во первых зачем шведы делали этот проект то есть на реке он планируется строить крепость для российской империи но проект мы видим шведский каким бокам шведы имеют отношение к созданию омской крепости ах да в википедии так и написано работы по строительству возглавлял участник похода швед артиллерист каландр то есть на эти земли в 1717 году была организована экспедиция состав которой почему-то ходили и шведы ну да ладно шведами разобрались возвращаемся к плану видим правильное написание реки иртыш а рядом видим реку под названием не омь а ома при попытке перевести это слово со шведского ничего не получается но вот с эстонского на русский мы получим слово своя ну это конечно совпадение но вот что самое интересное проект крепости тоже подписан словом ома то есть крепость под названием ома но сегодня никто про крепость таким названием не расскажет есть омский острог и город омск но мне вот кажется что раньше этот населенный пункт имел другое название город ома зачем его изменили непонятно ну да ладно вернемся в начало и посмотрим на тарские ворота города ома тарские ворота построены в 1792 году на северной крепостной линии омска название ворота получили в честь города таро вот видите как все просто тарские ворота стоят на дороге которая ведет в город таро давайте посмотрим что это за город такой я вот раньше никогда ничего не слышал про город таро а ведь этот город существует и сегодня основан он был в конце 16 века и получил свое название от названия реки на берегах который расположен в городу таро примыкал острог странно как то есть тарский острог но город не назвали тарск почему в омске это прокатило а в городе таро нет наверное название реки ома имел какой-то сакральный смысл и поэтому его изменили вначале на он а название города на омск но это всего лишь мои дома так вот на реке таро стоит древнейший город с таким же названием этот город не случайно здесь построен он стоит на важном вводном пути вот старая гравюра вид города таро и мы видим что город подписан как таро что по-русски что по-французски вот еще один план видим масштаб города и название таро а вот план созданный для русскоязычной аудитории и мы видим почему-то град тарский вот еще один русский план и опять мы видим подмену название град тарский даже не знаю каким источником в этой истории надо доверять чертежная книга ремезова обозначает это место как град тарской другие источники указывают что это город таро названный в честь реки на берегах которой он расположен хотя екатеринговской карте 1697 года по цифре 11 мы опять видим град таро подписано красным и очень бледно так что присмотритесь то есть многие источники указывают на то что с 16 века в этих местах стоит город под названием таро так и просится вставить это слово в название тартария тартария вроде бы придуманная страна но город тара в этих местах сохранился теперь давайте посмотрим откуда река тара получила свое название по официальной версии название реки таро происходит от татарского тар что обозначает не широкий или узкий название вроде бы логично тара это узкая река русло реки тара имеет ширину от 30 до 65 метров в устье 120 метров такую реку можно назвать узкой тем более я думаю надо обратить внимание на слова из толкового словаря ожегов тарабанить громко стучать колотить тарабарский бессмысленный непонятный тарабарский язык тарабарская грамота нечто бессмысленное и непонятное тарабарщина бессмысленная непонятная речь то есть в девятнадцатом веке слова тара входила в состав слов которые обозначали непонятную речь или неизвестный язык например тарабарская грамота грамота написанная на тарабарском языке смысл который не понять очень похоже на тайнопись есть город тара река тара также непонятный язык 19 веке называли тарабарским я думаю здесь есть над чем задуматься на этом пока все смотрите мой канал